Следующее. Правда ли, что ваша консультация по рассмотрению документов стоит 5000 рублей в Тюмени и 8000 в Москве? Хотя вот на сайте Роско консультация стоит 3000. Не заучен ли ценник? Смотрите, что у нас подразумевается консультация по рассмотрению документов. То есть вы приходите на консультацию уже с пакетом документов. У вас на руках трудовая книжка, которую нужно просмотреть с первой по последней странице, посмотреть печати ваши, посмотреть организационно-правовые формы собственности. Совпадает ли название организации с печатью? Читаем или печати? Чтобы изначально на первой консультации вас уже предупредить и сказать, что вам нужно идти либо в архивы и делать запросы, либо если есть организация, обращаться туда, чтобы вам дали справку уточняющую. Либо вам, если того и другого не существует, то заказывать экспертизу печати, соответственно, проверять ваши справки, как они заполнены, правильно, неправильно ли указан, там полный рабочий день нужно, чтобы было указано, чтобы были указаны коды, если вы идете на досрочную пенсию. Соответственно, подсказывать вам и уже говорить о том, что какие документы нужно еще готовить, чтобы выйти на пенсию, свидетельства о рождении детей, учебу, изучать выписку индивидуального лицевого счета за страхованного лица, где ваш стаж отображается верно или неверно, ваши индивидуальные персонифицированные коэффициенты. Если у вас уже на руках решение об отказе и вам отказали в назначении пенсии, то здесь уже можно говорить о том, как сложена судебная практика в отношении данной категории дел. Соответственно, то есть это объем колоссальный. Если люди приходят на бесплатные, у нас в Тюмени есть юридические консультации, у них просто им говорят на этой консультации. Да, мы берем документы, конечно же, мы вам поможем, конечно же, мы вам решим, будет стоить это 70 тысяч рублей, оставляйте документы, подписывайте соглашение и все. И то есть люди оставляют документы, которые у них просто есть. Фирмы работают по тому пакету документов, которым им принесли, не запрашивая никаких дополнительных документов и проигрывают эти дела. Проигрывают. И когда уже потом люди приходят ко мне с решением судов первой инстанции от тех судов, я говорю, так а почему ту справку не заказали, эту справку не заказали, почему свидетелей в суд не привели. То есть уже в областном суде, в апелляции сделать практически ничего невозможно. Поэтому еще раз всем хочу обратиться к нашим слушателям, что бесплатный сыр, он только в мышеловке. Поймите, никто вам никогда не будет рассматривать за бесплатно всю вашу трудовую деятельность. Вы посвятили на это 30-40 лет жизни. У меня стажу 11 лет. Я каждую неделю в судебных процессах, и когда я изучаю документы, извините меня, мне иногда нужно поднять эти списки, 781, предположим, по досрочникам, и еще посмотреть какие-то пленумы, чтобы разобраться и понять, какой все-таки исход будет в этом деле. Таких специалистов такого уровня, их на самом деле по России даже единицы. Поэтому 5000 рублей, это знаете, это очень дешево, не то что дорого, это очень дешево. И народ обращается получить именно качественную, квалифицированную консультацию. И вот когда я обращалась в одну из фирм, мне сказали, ваш вопрос нужно решить консультацию, консилиумом, тремя специалистами. Я говорю, сколько это будет стоить? 10 тысяч рублей. То есть, потому что у квалифицированных, у знающих специалистов ценник, он так идет, 5-10 тысяч. Допустим, у меня знакомый юрист в Тюмени, у него консультация стоит 6 тысяч час, час стоит. Не то, что вот полностью изучить пакет документов, а 6 тысяч час. И люди идут, потому что знают, что лучше его это никто не сделает. И строк вот этого рассмотрения этих документов, он в течение какого времени осуществляется? 3-5 дней в зависимости от загруженности. От 3 до 5 дней. То есть, получается, если вот то, что, например, предлагает консультация, это человек пришел, поговорили и ушел, да? А здесь 3-5 дней вы занимаетесь полностью рассмотрением документов и даете по ним рекомендации. То есть, фактически, это 5-8 тысяч за 3-5 дней работы. Да. Отлично.